Привет всем высшим! И да, сегодня будем смотреть на Warhammer Online, точнее как скачать и установить игру. Вроде бы ничего сложного, но были те, кто просил это показать. К тому же я сам являюсь фанатом вселенной Warhammer и играл в Warhammer Online до его официального закрытия, купив при этом коллекционное издание игры. Поэтому вы можете представить, как мне было обидно, когда она закрылась. Ну и если этот ролик привлечет хотя бы одного или двух игроков, для меня он уже будет иметь какой-то успех. Что ж, и для начала, конечно, нам нужно зайти на сайт Warhammer Online, где мы сможем зарегистрироваться и скачать клиент игры. Обязательно не забудьте подтвердить свой почтовый ящик. И да, все ссылки будут, естественно, в описании под видео. В целом регистрация представляет из себя ничего сложного. Просто заполняем себе никнейм, пароль и все остальное. После того, как мы скачали клиент игры, нам нужно будет его установить. И здесь, в общем-то, тоже ничего сложного. Мы также можем выбрать язык озвучки. И да, тут есть русский язык. Также важно сказать, что при включенном антивирусе у многих возникают некоторые проблемы. Поэтому я настоятельно, настоятельно вам рекомендую его отключить. Все-таки, если вы отключите его на пару минут, ничего не случится. И небо на голову вам не упадет. Наверное. И как видите, при первом моем запуске у меня появилась ошибка. Подобное появляется у многих. И все, что нам требуется, это либо перезапустить клиент, либо, как сделал я, это просто перезапустил компьютер. После чего у меня уже ничего никогда не появлялось. И я спокойно заходил в игру. Конечно, у вас могли произойти и другие проблемы с запуском Вархаммер Онлайн. Но не стесняйтесь спрашивать в моем видео или в сообществе ВКонтакте. Ссылку которого я также оставлю под своим видео. Все же, сообщество Вархаммер Онлайн довольно дружелюбное. И нам нужно держаться друг за друга. Ну и чтобы видео получилось не слишком коротким, давайте я вам расскажу, как быстрее прокачаться и какой класс выбрать. Хотя, по многому это зависит именно от вас. Все-таки, вселенная Вархаммер Фэнтези, она довольно глубокая. Я бы вам рекомендовал начать с книг. Ну, там, скажем, вампиры Женевьева или же Всадники Смерти. Но все же, если убрать в сторону вселенную Вархаммера, и, конечно же, атмосферу самой игры, то Вархаммер Онлайн это типичная такая ММО. Да, у нас тут есть шесть рас, которые обладают своим танком, хиллером и ДДшником. И, по сути, ну, например, танк Хаоса будет отличаться от того же танка Темных Эльфов. У них будут свои сильные и слабые стороны, ну и в целом умения у них будут по-разному работать. Ну и, конечно, вы вполне легко можете сделать гибридный класс. Ну, например, своего танка или хиллера сделать, ну, скажем, ДД. Ну, обязательно попадется какая-нибудь сволочь, которая вам скажет, как надо играть. И это, конечно же, раздражает порой. Да и танк с хиллером почти всегда нужны в группах, будь то по УП или по ВЕ. Скажем, лично мне безумно нравится играть за хиллера Темных Эльфов. Он довольно сильный в начале игры, и потом он вполне спокойно может отхиливать всю группу. У него довольно сильные щиты, которые вешаются на союзников, и в целом он довольно приятно играется. У него есть три ветки, это Темные Ритуалы, Пытка и Жертвоприношение, где мы можем, по сути, бить противника и лечить союзников вокруг, что, в принципе, тоже довольно удобно. Похоже, ты жаждешь знаний. Да, русская озвучка здесь не просто так, и она действительно дополняет игровой процесс. Но давай все-таки расскажу, как быстрее прокачаться. Конечно, в идеале, если вы начнете играть вместе с своим другом, или найдете себе какое-то сообщество, которое будет вам помогать прокачиваться. Но все же есть свои исключения. А именно, чуть ли не с первого уровня вставать в очередь события. И да, возможно, это не самый красивый поступок будет с вашей стороны, ведь у вас не будет многих умений. Но все же это довольно быстрый способ прокачаться, как по мне. Ну а если вы знаете способы получше, то обязательно пишите в комментариях. А на этом, пожалуй, мы будем заканчивать. Ставьте лайки, подписывайтесь, и обязательно пишите, как вам игра, если вы, конечно, скачали ее и запустили. Но она бесплатна, поэтому, в принципе, почему бы и нет. Ну а на этом, пожалуй, все. Пока-пока и до скорого. Берегите себя и своих близких. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok